Скинград 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 Секрет успешного выполнения этого контракта Притворится одним из гостей Поэтому ради Ситиса Не надевай свой капюшон Пролеет для меня немножко кровушки, дорогой брат Когда я вижу тебя, брат... Так-так... Неужели это святой крестоносец собственной персоной? Помни, под каким предлогом собрались там гости Они будут подозрительны Тебе придется доказать, что ты не только убийца, но и талантливый лицедей Стоит поговорить с каждым из гостей И попытаться добиться хорошего расположения Если ты им действительно понравишься, они могут открыться тебе Не забудь одеться соответственно Отлично подойдет наряд плута Твоя награда за предыдущее задание Если, конечно, тебя им награждали Да не покинет тебя Тень Ситиса, дорогой брат Привет, брат Я так рада вновь видеть тебя Надеюсь, мать ночи улыбается тебе Не торопись Приглядись к другим гостям Узнай их привычки, их манеру поведения Наноси удар, когда гость останется один Используй свое красноречие Попробуй подружиться с гостями Возможно, ты сумеешь заманить их навстречу с судьбой Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Пусть твои стрелы всегда летят точно в цель Ты будто темный дар самой матери ночи Я знаю, о чем Если вправду планируешь убить гостей поодиночке Когда бьешь, бей наверняка Ты же не хочешь, чтобы кто-то из них завопил и побежал за помощью Удачной охоты, брат мой Да, дрожайший брат Я могу чем-нибудь помочь тебе? Помни, другие гости должны чувствовать себя комфортно Заставь их полюбить тебя Заставь их поверить тебе А затем искупайся в их крови Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Удачи, брат Надеюсь, тебя не... Последний гость наконец прибыл Я скажу тебе то же, что сказал остальным Ты входишь, я закрываю дверь Ты не сможешь выйти, пока все не закончится А теперь я скажу тебе то, что не говорил больше никому У нас одна мать У тебя и у меня И она хочет, чтобы ты получил это Это ключ от дома Думаю, остальные подробности тебе уже объяснили Убей всех гостей А затем выходи Что ж Сейчас тебе нужно войти Пришло время стать гостем Иди, иди Иди в общество Поговори с этими милыми людьми А затем воткни нож им в глотку Когда они отвернутся Стар fino Шестой гость Наконец прибыл Лучше поздно, чем никогда Ты знаешь, сколько мы ждали? Мне кажется, целую вечность Тот, кто пригласил нас сюда Должен подезнать, кто мы Как ты думаешь? Как бы то ни было, раз уж мы собрались вместе, можно хотя бы познакомиться Мы все уже представились друг другу Я Матильда Петит, остальные Нельс Порочный, Невиль, Довеси Дран и Прима Антониус А кто ты? Пожалуйста, расскажи нам немного о себе Ох, бедняжка, мне даже стало как-то неловко Я хочу найти это золото не меньше других Но ты нуждаешься в нем значительно больше, чем я Лично я думаю, что она девица легкого поведения Как она пялится на юного Прима Антониуса Наверное, она почуяла его богатство Ну, если я могу быть откровенной, я признаю, что нахожу Невиля весьма привлекательным Редгарды всегда такие, необычные, тебе так не кажется? О, этот человек мне отвратителен, его манеры оскорбительны Незадолго до твоего появления он рассказал мне мерзкую шутку об арганианской деве Ясно, что у молодого Прима денег больше, чем достаточно Полного золота сундука ему хватит разве что на карманные расходы Ох, да, возможно, мы поговорим позже Если бы ты нашел золото, на что бы ты его потратил? Постой, дай угадаю Я не знаю, где начать поезд Я прав? Я не хочу ничего ломать Но сундук с золотом может быть спрятан где угодно Свиньям доступ туда будет закрыт, понимаешь? Вы, легионеры, всегда все загажет Итак, мы все сидим Приветствую, я Довеси Я очень рада встрече с тобой Теперь, когда ты здесь Мы можем, наконец, начать поиски этого сундука с золотом по-настоящему Я хочу сказать, что пока тебя не было Мы все огляделись тут немного Теперь же, когда мы формально все здесь Мы можем начать поиски в открытую Честно? Не думаю, что я ей нравлюсь Это потому, что я Данмер Я слышала, что она говорила обо мне Невелю И это было не очень приятно Я знаю, что он отставной солдат Но он не простой солдат Он был офицером Имперского легиона Я ненавижу легион и все, что с ним связано Когда эти солдаты пришли в Муравинт Они подвергли мой народ гонениям И украли наши земли Невель, может, уже и не служит в легионе Но кто знает, какие зверства он совершил Иногда он поглядывает на меня и улыбается Думаю, он положил на меня глаз Если Нельс найдет золото Быть может, ему понадобится спутница? Не секрет, что Прима происходит из богатой семьи Боюсь, он никогда не заинтересуется Такой девушкой, как я Но я думала, ты мне друг Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Оставь меня в покое, чудовище! Да верно Ммм, наконец, и ты здесь Давно пора Люди моего положения не привыкли ждать Могу я быть честным с тобой, друг мой? Я нахожу до Весси очаровательный Она так восхитительно красива Не сделаешь ли мне одолжение? Если будешь говорить с ней Замолви за меня словечко, хорошо? Я буду у тебя в неоплатном долгу Похоже, эта бедная старуха думает, что она из благородной семьи По правде говоря, у меня есть слуги В чьих жилах течет куда больше голубой крови Я знаю, что он офицер имперского легиона в отставке Говорят, он участвовал в компаниях по всей империи От Скайрима до Моровинда Я чувствую, что он очень хочет найти это золото Не думаю, что за годы служения империи Он заработал себе на спокойную старость Нелс выпивоха Он даже не пытается скрыть этот факт Но кто он еще? Когда спирт испарится, что мы увидим? Я думаю, Нелс пьет, чтобы о чем-то забыть Возможно, о какой-то трагедии в его жизни Он много шутит Но я чувствую в нем глубокую печаль О, да, возможно, мы поговорим Ты можешь называть меня варваром Это правда И я горжусь этим Но если ты еще раз назовешь меня жалким Я покажу тебе всю свою варварскую природу Итак, мы все здесь Каждое твое слово только доказывает мою правоту, Норд Такие, как вы, никогда ничего не делали для нашей империи И никогда не сделают Такие, как мы Вполне счастливо удовлетворять свои потребности В то время, как твоя бесполезная империя Рассыпается на мелкие кусочки Твои слова граничат с изменой, Норд И я не намерен выслушивать их Я не знаю, где начать поиски Ты будешь уважать память нашего дорогого императора Но он был сорт и может быть спрятан где угодно Ха! Не стоит так надувать щеки Ты не имеешь власти ни в этом доме, ни где-либо еще Ты даже в легионе больше не служишь И все равно я еще служу империи в своем сердце И не намерен терпеть такие речи Отстань от меня, варвар Или ты пожалеешь о своем высокомерии Пф, я уже закончил разговор с тобой У меня уши болят от разговоров со свиньими легионерами Кроме того, мне нужно выпить Итак, мы все здесь А шестой гость Я Невиль Рад познакомиться Да весь и темный эльф Они называют себя данмерами Когда я был молод, провел некоторое время в форте лунного мотылька На их родине в Моровинде Я очень уважаю народ данмеров Они сильны, благородны, а главное, в массе своей законопослушны и дисциплинированы К сожалению, да весь и, похоже, меня недолюбливает Но я не виню ее У молодых всегда проблемы с представителями власти Если говорить откровенно, мне немного жаль эту пожилую женщину Она знатного рода, но, похоже, совсем не так хорошо обеспечена, как должна бы быть Знаешь, что я думаю? Я думаю, что этот варвар пойдет на все, чтобы заполучить сундук с золотом Все норды жадные и коварные Все! Поверь мне, я знаю Я служил в форте Морозного Мотылька несколько лет На острове Солстейн Норды просто свора дикарей, поклоняющихся животным Все они одинаковы Постоянно пьют свой мед и чуть что хватаются за оружие Мы потеряли там много хороших людей Очень много хороших людей Признаюсь, я не понимаю, что здесь делает Приму У этого парня больше денег, чем у всех нас вместе взятых Ему-то зачем этот сундук с золотом? Конечно, он может быть сказочно жаден Но что-то я в этом сомневаюсь Мне кажется, Приму просто скучно Ему нечем заняться Хорошо Тогда, пожалуй, я начну поиски Золото ведь само не найдется Привет! Меня зовут Нелс Некоторые зовут меня Порочный Но не верим Ха-ха-ха-ха Позволь мне довериться тебе, друг мой Да весь и просто копия моей собственной дочери Ее кожа темнее, конечно же, но это милое лицо Мою дочь убили несколько лет назад Бандиты, извини Прошу простить мое разбитое отцовское сердце Хе, тебе надо видеть, как эта старая курица пытается поговорить с юным Примо Может, она и аристократка, но он смотрел на нее, как на посудомойку Я хочу поведать тебе кое-что, друг мой Я презираю Невеля и весь Имперский Легион Это бесполезный, никчемный инструмент взяточничества Три года назад в Скайриме на мою деревню напали бандиты Мы бросились за помощью к ближайшему аванпосту Имперского Легиона Но они отказали нам Моя милая, любимая дочь Ольга была убита в тот день Ее зарезали, а Легион не сделал ничего, чтобы помочь Невель и ему подобные просто подонки Примо молод и богат Я чувствую, что у него добрая душа Все, что ему нужно сделать, это определиться с тем, что он хочет по-настоящему Хм... Ох да, возможно, мы поговорим позже Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ты в курсе, друг мой? Один из нас убит Это не сулит ничего хорошего для нас Наше пребывание и наши поиски золота Оборачиваются кошмаром Нет, нет! Когда я взглянул в лицо на весе Я как будто посмотрел в лицо моей дочери Я... я чувствую себя так, будто потерял ее опять Тебе лучше держаться остальных Небезопасно расхаживать в одиночку, когда убийца на свободе За этим нас сюда пригласили Чтобы убивать? Какой ужас! Мне что-то все это перестает нравиться Я ушел бы отсюда немедля, если б мог Эти деньги ничего не значат для меня Мне казалось, это будет забавно Кто? Кто из нас настолько гнусен, что посмел отнять жизнь у столь прекрасного существа? Если я найду злодея, он заплатит мне своей жизнью Тебе лучше держаться остальных Небезопасно расхаживать в одиночку, когда убийца на свободе Тогда печи просит Ам... ... ... ... ... ... ... ... ... Питак Я уже давно, очень давно не видел подобных смертей Боюсь такого испытания моим нервам не выдержать Если и дальше будет продолжаться в том же духе Я соберу всю выпивку в этом доме и заберу ее себе Я найду покой в вине Пребывание прима здесь не имело смысла Кем бы ни был наш хозяин Для чего ему приглашать кого-то, кому вовсе не нужны деньги? Мне кажется, нас пригласили сюда совсем по другой причине Подумай, мы заперты в доме, из которого нет выхода И люди начинают умирать Думаю, бедного прима провели, как и всех нас Если мы не будем предельно осторожны, мы скоро умрем Запомни мои слова Береги себя, если это возможно Двоих из нас убили Среди нас убийца Но кто это? Одному оставаться небезопасно Мне совершенно не хочется стать третьей жертвой Двоих из нас убили Двоих из нас убили Я пыталась догадаться, кем бы мог быть наш хозяин Теперь, когда двое из нас мертвы, мне кажется, что он устроил эту вечеринку, чтобы убить нас всех Одним темным эльфом в мире меньше И одним соперником в поисках золота тоже Хороший денек сегодня, тебе не кажется? Я не могу поверить, что он мертв Он казался мне юным, прекрасным принцем Надеюсь, тот, кто сделал это, сможет ужиться со своей совестью Береги себя, если это возможно Одному оставаться небезопасно Мне совершенно не хочется стать третьей жертвой Я пыталась догадаться Кем бы мог быть наш хозяин? Теперь, когда двое из нас... Двое из нас мертвы А Нельс все еще жив? Не думаю, что это совпадение Норды — это дикари, рожденные убивать Я знаю, это сделал он Ты... ты думаешь, он мог сделать это? Я хочу сказать, он отставной солдат Ему приходилось убивать Ох, дорогуша, этого не может быть Береги себя, если это возможно Одному оставаться небезопасно Нас выслеживают, как дичь в лесу Я все еще не знаю, кто этот убийца Один из гостей или кто-то еще прячется в этом доме Но одно я знаю точно Этот убийца не удовлетворится двумя трупами Они никогда не останавливаются Тебе и мне нужно прикрывать друг друга Мои старые доспехи Легиона и меч Находятся в сундуке наверху Пришло время надеть их И показать этому трусу, с кем он имеет дело Убийца где-то здесь И Матильда нуждается в защите Кто может защитить ее лучше, чем я? Я буду присматривать за ней, не волнуйся Этот потонувший в меде варвар Убил двух людей, я в этом уверен Пока у меня нет доказательств, но я наблюдаю за ним Не волнуйся, друг мой Нелс просто так не отделается По крайней мере, пока я на посту Я Редгард Хоть и никогда не был в Хаммерфеле Я родился в Сиродиле Моя семья служит в Легионе уже три поколения Береги себя Если это возможно Одному оставаться небезопасно Мне совершенно не хочется стать третьей жертвой Где нас, убийца? Но кто это? Этот дом оказался смертельной ловушкой Нас убивают одного за другим Вот ты где Послушай Я обыскал каждый дюйм в этом доме Он закрыт наглухо Нет ни выхода, ни входа И никто нигде не прячется Это означает, что убийца все время был среди нас Ты и я не убийцы Значит, остается только один человек Это Нелс Порочный Да, я понимаю, что ты чувствуешь Слова в этой кошмарной ситуации не помогут Но если мы хотим выжить Нам нужно держаться вместе Друг мой После разговора с тобой У меня не осталось сомнений, что убийца Нелс Мы должны уничтожить его Мы должны убить этого расчетливого ублюдка Пока он не напал на нас Ты прикроешь мне спину А я нанесу ему смертельный удар Ни дома Чуть Чуть Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Отлично! Не только все пятеро гостей убиты, но посеяны ужас и горе. И вознаграждение, и премия совершенно заслужены, ассасин. Я благословляю тебя от имени Матери Ночи, да пребудет она с тобой и всегда направляет твою руку, что действует в соответствии с пятью догматами. Продолжение следует... Прошу прощения, брат. Ты можешь делить мне минутку? Конечно. Что беспокоит? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...